Виктория Андреас, вы безумно сексуальны как на экране, так и вживую. Расскажите, как спасаетесь от поклонников? Я никак не спасаюсь. Я всегда готов отдать частичку себя вам. Ну, честно. Поэтому приставайте. Да, зачем от них спасаться? Зачем? Не надо. Нет. Мы любим внимание... Все, кто говорит, что мы вот устали от поклонников от чего-то, это неправда. Это зависит от кем. Они лукавят просто. Всем это приятно, и внимания... Селеда Чеславна, а я особенна. Правда? Да. Не, ну я просто открыть, я хочу вот... Душа нараспашку. Наверное, это плохо, но это правда. Часто просят селфи сделать? Ну, можно зайти в мой инстаграм и посмотреть, сколько у меня там селфи. Бывает. Конечно. Вопрос к Виктории. Будете ли бороться за звание самой сексуальной девушки из своей страны по рельсу журнала «Плейбой»? Конечно, я бы хотела, и я буду бороться. Конечно. А мы будем тебя поддерживать сяду. Спасибо. И как вы считаете, в чем ваше преимущество среди остальных десяти конкурентов? Вы знаете, я скажу такую вот вещь, да? Все люди уже устали, и мужчина, и женщина от такой, знаете, пустой красоты сделанной. Я такая, какая я есть. Я натуральная, искренняя. Можете меня потрогать, если хотите. Да, это правда. У Виктории, у нее огромная душа. Вы сейчас смотрите, нету, да? У нее на самом деле огромная душа и огромное сердце. Вот. Потому что еще одна тема, которая у нас объединилась, Виктория, кстати, это была тема, тема животных. Потому что Виктория у нас такая же собачница, как и я. Собачник. Вот. Поэтому она замечательный человек, на самом деле. И да вообще, вы знаете, как я, например, узнаю человека, насколько он хорош по отношению его к животным. Вот. Если человек любит животных, я знаю, что он замечательный человек. Вот. Виктория яркий пример. Конечно. Мало того, что я люблю животных, я еще являюсь кандидатом в ветеринарной медицине. Вот. Я защитила диссертацию именно на эту тему, конечно. Братья наши меньшие. Совершенно верно. Виктория, многие девушки говорят, что после съемок для плэпоя стали чувствовать себя намного сексуальнее, и так я была с вами. Или всегда чувствовали себя желанной? Вы понимаете, рядом с Андреасом я чувствую себя постоянно желанной. Вот между нами и вокруг нас просто витает этот секс, это сексуальная энергетика. Я вот здесь что-то? Да. Вы не чувствуете. Я это чувствую всегда. И в чем ваш секрет обращения мужчин? Да, секрет один, нужно быть такими, какими мы есть, настоящими. И не нужно ничего придумывать. Мужчины это чувствуют, девочки. Совершенно верно. Девушки, будьте настоящими просто. Мы это чувствуем, правда? Да. Не надо играть абсолютно. И все будет хорошо. Будете тоже на обложке плэйбоя. Да. И снимитесь у меня в клипе. Быть может. Вообще реально, что какая-то девочка захотела сняться в вашем клипе? Конечно, реально. И какой-то кастинг или что? Без проблем, пожалуйста. Главное, чтобы человек был талантливый. Я вообще, когда встречал, у меня нюхнут ландовых людей. Когда я вижу талантливого человека, я все, я становлюсь рабом, я млею. И я не боюсь экспериментировать. У меня было много работ, прошедших работ. Я работал с малоизвестными режиссерами. Не боялся экспериментировать. Поэтому для меня главное талант. Ну и, конечно, красота. И внутреннее, и внешнее. Конечно. И он тресл очень много идей, очень много музыкальных проектов. Поэтому, пожалуйста, конечно, если есть желающие, то... Пишите, звоните. Да. Я всегда отвечу, поверьте. Андреас, наверняка после съемки вашей гиппик Виктории посыпалось множество предложений от других артистов. Не ревнуете ли? Нет, абсолютно. Человек должен развиваться творчески, идти вперед и порвать себя в разных амплуа. В кино, в музыке, в конце концов, в рисовании. Все, что душе угодно. Главное, делать все с удовольствием и в кайф. И никому не вредить. Это самое главное. Конечно. Просто гласно, конечно. Виктория, на обложке журнала по любой образе женщины и кошки в изящной клетке. Как думаете, боятся ли таких девушек мужчины в жизни? Да, конечно, мужчины боятся таких женщин. Поэтому проще иметь такого, какого-то ручного котенка дома, который бы просто мяукал. Это ты сейчас меня не ловила в виду? Ну, нет. Я понял. Я уже испугался. Да, мужчины боятся таких женщин, к сожалению. Поэтому... Ну... Боятся. Они все. Они не боятся. Ну, я же не побоялся, когда я с собой познакомился. Нет. Потому что Андрес эксклюзивный. Понимаете, такие мужчины, которые не боятся, это эксклюзивные, единичные. Поэтому это даже и хорошо, с одной стороны. Зачем нам другие? Только эксклюзивные. Какая вы на самом деле в жизни? Вы довольно как-то подобно передали свой образ. Что-то вы делали бы непросто. Какая в жизни? Какая в жизни, да. Вот такая? Так, наверное, больше мне ответили к этому вопросу. Ну, наверное, просто пришлось ей там вживаться в роль какую-то. Нет, совершенно... Лично все. Нет, я не вживала в роль совершенно. Это было настолько легко и классно. Я так кайфанула просто. Я так благодарна тебе. Ты просто... Ты счастливил меня. Правда? Конечно. Ты тоже меня. Мы зажгли просто. Супер. Нет, я не вживала. Мы прочувствовали друг друга. Прожили эти чувства. Абсолютно было несложно вот... Смотриться страстью и... Не знаю... И делать эти... Единственное, тебе было сложно, наверное, мне шевырять все-таки, да? Вот, несмотря на эти снаряжения, которые были на нас, было сложновато тебе, скажи. Было тяжеловато для снаряжений, но шевырял это я с удовольствием. Отлично. Ну, так же, спрашивали, для плейбоя. Круто ли было тоже вживаться в роли? Да нет, тоже. Все было, в принципе, очень легко. Съемки тоже длились довольно долго. И мне тоже очень понравилось. Я люблю. Люблю делать хорошие, красивые фото. И мне приятно участвовать в таких шикарных процессах. Потому что плейбой — это легендарный мужской журнал, известный во всем мире. И для меня это, ну, большая честь быть на обложке этого журнала. Это круто. Я рада, я хотела. На следующий вопрос вы уже отчасти ответили. Но все же, думаю, что повторится. Насчет трюков в клипе, скажем, вспоминали ли сами. И расскажите, чего вам стоили эти захватывающие кадры? Дело, да, вы исполняли мы все сами. Репетировали, ходили, занимались, опять же, повторюсь, каскадерами. Опять же, повторюсь, были гематомы и синяки на теле. Потому что это были снаряжения. Ну, я ходил в раскорячку около трех дней после съемок клипа. Потому что ноги не соединялись. И были в эти промежности все в синяках. Но это стоило того, это абсолютно не чувствовалось. Виктория, что ты скажешь? Я согласна, что было немножко дискомфортно. Особенно, когда мы летали на высоте. Это, конечно, было так интересно. Но это стоило того, мы были настолько увлечены процессом, что, честно говоря, это как-то так все сглаживалось. Поэтому, когда мы увидели, ради чего мы мучились, и нам показывали эти кадры и дубли, это была фантастика, супер. Поэтому все отлично. Можно еще и покруче что-то придумать. Радислав, мы ждем ваших идей. Более крутых. Больше секса. Больше высоты. Больше всех самоседших круговоротов. Это мы сейчас обращали к нашему режиссеру. Да, Радислав. Шикарно. Вероника Крюш, я давняя поклонница Андреаса. Подскажите, как попасть на ваш следующий концерт и будет ли в нем участвовать в актуаре? О, спасибо огромное. Дело в том, что ближайших концертов мы планируем в Алматы, это я точно знаю. А так, освещая свои мероприятия, какие-то походы, выступления, где-то что-то в соцсетях. Поэтому, если вы подписаны или мы с вами дружим, следите за обновлениями и обязательно я вас приглашу на свое выступление, когда оно состоится в Киеве. А будет ли участвовать Виктория? Ну, Виктория завтра летает в Америку, поэтому в Алматы ее точно не будет, к сожалению. К сожалению, но... Ну, ничего, ты это переживешь, да? Я же одесситка, я буду везде. Мы будем онлайн. Да. Андреас, вы известный зоозащитник, великий кандидат ветеринарских наук. Возможно, вам стоит подумать над общим проектом каким-то. Все возможно, правда? Ну, это очень интересная идея, тем более, это, ну, я считаю, такая нужная. Да. И мы подумаем, конечно. Ну, на самом деле, большое добро начинается с маленьких дел. Поэтому я всегда всех призываю, как зоозащитник, не проходить мимо, когда нуждающего существа, не важно, человек это будет, птичка, собачка, просто не проходите мимо, потому что равнодушие, мне кажется, это, на самом деле, бич нашего времени на сегодняшний день. К сожалению. Поэтому всегда помогайте, и это здорово. Виктория, наверное, все девушки хотят быть похожи на тебя. Расскажи, в чем твой секрет? Спасибо за вопрос. Конечно, у каждого из нас есть какие-то... Идеалы. Идеалы, да, но... В чем же мой секрет? Но, опять же, повторюсь, в моей искренности и моей настоящности. Поэтому... То есть, ты такая-такая, какая есть, правда? Да, я такая, какая есть. Но в чем ты считаешь твоя изюминка, я перефразирую? Вообще, это неправильный вопрос. Даже как-то он не понравился. Ну, как можно быть на меня похожей или на кого-то другого? Не нужно быть ни на кого похожей. Вот. Я вас спрошу, это вообще такие какие-то стереотипы. Это неправильный вопрос. Вы должны быть похожи сама на себя. Индивидуальность. Индивидуальность, да. Вот это то, что интересно. Поэтому мне не понравился этот вопрос, правда.